Убийство беглого депутата Дениса Вороненкова вновь заставило россиян вспомнить про воров в законе. Украинские спецслужбы полагают, что экс-парламентарий был убит по заказу российского вора в законе Владимира Тюрина, Тюрика. Тема воров в законе, которая после 90-х, казалось бы, осталась частью прошлого, приобрела новое звучание. Оказалось, воры в законе никуда не исчезли, они до сих пор влияют на самые разные сферы общественной жизни, просто теперь все это выглядит совершенно по-другому. Так, прямо сейчас воры в законе пытаются взять под свою крышу мигрантов. О том, почему они продолжают определять политику и экономику целых регионов, как выглядят и чем заняты сегодня, ура.ру рассказал криминальный репортер Сергей Канев. Воры в законе сейчас существуют на всем постсоветском пространстве. Они как-то связаны между собой. У каждого воровского клана есть свои зоны влияния, которые могут охватывать разные страны. У них сложная система взаимоотношений. Например, война, которая недавно велась между грузинскими кланами, мешала криминальному бизнесу в России. Многие воры в России даже жаловались, дескать, грузины там убивают друг друга, а мы из-за них страдаем. Сейчас воры в законе обратили внимание на мигрантов, стараются поставить над ними главного вора в Москве. Грузинские кланы собираются поставить своего вора, чтобы он их контролировал, собирал деньги для общака. У узбеков есть свои лидеры, а у таджиков и киргизов – нет, вот воры и задумались, как это миллионы людей ходят свободно и их никто их не контролирует. Воры в законе – это исключительно отечественное изобретение или подобные аналоги есть на Западе? Конечно, есть. Та же итальянская мафия. У них все то же самое, все крутятся вокруг денег, коррупции, незаконного бизнеса и подкупа чиновников. Есть якудза в Японии, которые в последние годы вообще собираются легализоваться. В России воры в законе пользуются поддержкой тех, кто, на первый взгляд, к криминальному миру не имеет никакого отношения. Так, на похоронах воров в законе собираются самые разные люди, актеры, политики, журналисты, банкиры. Как это можно объяснить? Пышные похороны – это важный ритуал для воров в законе. Через них молодежи показывают, что если ты пробишься в люди, то тебя никто не забудет, а братва проводят как подобает. Что же касается политиков, актеров, музыкантов и остальных, то они зачастую просто находятся на зарплате у воров в законе. Посещая похороны и прощаясь, они просто отрабатывают свои деньги. Не секрет, что многие наши генералы купили свои должности и раскрутились на деньги воровского общака. Разве воровской кодекс чести разрешает ворам в законе сотрудничать с представителями власти? Согласно воровским понятиям, вор не должен иметь семью, сотрудничать с властями и заниматься общественно полезным трудом. Это в прошлом. Сейчас эти понятия не соблюдаются. Так, двое известных воров в законе даже купили себе звание осведомителей МВД. Теперь, когда их задерживают и пробивают по базе МВД, то видят. Что они находятся в числе добровольных осведомителей, и тут же отпускают. Это раньше вор обязательно должен был отсидеть и вообще жить по понятиям. Современные воры в законе имеют недвижимость в Америке, Европе, на Кипре, у них есть жены. Тот же Владимир Тюрин был женат на певице, депутате Госдумы Марии Максаковой. Он не скрывал, что оплатил ее предвыборную кампанию. У него есть недвижимость и бизнес. Он вхож в тусовки, где собираются крупные чиновники и генералы. Сама Максакова была на ужинах, помощника президента, Владислава Суркова, где все собравшиеся знали, что ее муж, тот самый вор в законе Тюрик. Он и есть сегодня лицо настоящего успешного криминального авторитета. Во многих нищих регионах, где украсть уже нечего, чиновники напрямую работают на воров в законе. Воры там решают многие ключевые вопросы, они назначают депутатов, без их одобрения не строятся крупные объекты. Многие говорят, что воров в законе сегодня почти не осталось, но их рано списывать со счетов. Тот же Шакра Молодой вообще решал свои вопросы через федеральные органы власти. Из нынешнего поколения питерских и московских чиновников все в свое время сотрудничали с ворами в законе. После ареста Шакра Молодого место главного вора в законе осталось вакантным. Это довольно дилетантский вопрос. Несмотря на арест, Шакра так и остался главным вором своего клана, просто заниматься хозяйством на свободе он назначил другого человека. До убийства деда Хасана, он был вторым руководителем клана. Шакра Молодой занимался финансами и определял, с кем дружить, против кого воевать, а дед Хасан исполнял представительские функции, принимал ходоков, ездил на стрелки. Чтобы к нему записаться, выстраивалась целая очередь. Однако надо иметь в виду, что такого понятия как главный российский вор в законе просто не существует. Существует Среди воров в законе существует какая-то иерархия или они равны между собой? По понятиям воры в законе равны между собой. Просто одни более богатые и влиятельны, другие – менее. Какой-нибудь молодой вор в законе и Шакра – равны. Но и Шакра не самый главный. Есть еще около пяти криминальных генералов, близких к нему по степени могущества. А в каких отношениях между собой московские воры в законе и воры в регионах? СБУ заявило, что российский экс-депутат Денис Вороненков был убит в Киеве по приказу вора в законе Тюарика. Тюарик ревновал свою бывшую жену к экс-депутату. В некоторых регионах московские или питерские воры ставят своих людей. В других регионах, наоборот, местные никого не пускают – ни московских, ни грузинских, ни питерских. Везде своя уникальная ситуация. А как сегодня проходит ритуал коронации нового вора в законе, как воры принимают в свои ряды? Криминальный авторитет должен заявить, что хочет стать вором в законе. В таком случае другие воры в законе должны дать ему рекомендацию. Иногда достаточно одной рекомендации, если вор, который ее дает очень известен, но обычно требуется согласие двух-трех человек. Происходит это все на так называемой сходке, которая может проходить где угодно – в тюрьме, ресторане. В последнее время сходки проходят даже по скайпу. Воры созваниваются, обсуждают и на созвоне объявляют о коронации. Какой-то визуальной процедуры коронации не происходит. Может набивает какую-то татуировку. Татуировки в виде звезд и куполов набивали раньше, сейчас такого уже нет. А как-то еще можно приобрести звание вора в законе? В последнее время звание вора в законе начали покупать, вкидывая определенную сумму в общак. Людей, купивших это звание, зовут апельсинами, они могут даже никогда не сидеть. Воры договариваются и назначают сумму, которую человек должен заплатить, чтобы стать вором в законе. Тема воров в законе пользуется живым интересом у россиян. Все с большим интересом читают книжки и смотрят фильмы про них. Как думаете, почему? Воровской мир – это параллельная структура власти со своей иерархией. Наши люди ведь без пастуха не могут даже в деле совершения преступлений. Иерархия воровского мира очень закрыта, и смотреть на него изнутри всегда интересно. Тем более что многие из граждан сами бы хотели таким образом выбиться в люди. Влияет и героизация криминальных авторитетов, это ведь очень колоритные личности, зачастую очень хорошие психологи. Да и те же фильмы часто показывают лихие и закрученные истории, почему бы не посмотреть такое и в кино. Однако имейте в виду, героизировать воров в законе не стоит, в их мире все крутятся вокруг больших денег, у многих руки по локоть в крови. У некоторых за душой ни флага, ни родины, только деньги.